Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. 22 августа Касым Жмартукаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В итоге обе стороны подписали ряд документов. Из правительственного резерва Казахстана выделено более 633 миллионов тенге для дооснащения подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Специальными устройствами сообщили в пресс-службе правительства республики. Арселор Митл Тимиртау может сменить собственника. После трагедии на шахте Смаилов встретился с вдобами погибших работников АМТ, на которой выразил соболезнование и рассказал о мерах, предпринимаемых для недопущения трагедий в будущем. 22 августа Касым Жмартукаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В итоге обе стороны подписали ряд документов. Так, одна из вьетнанских компаний намерена построить в Казахстане торгово-логистический хаб. Вьетнамская компания хочет создать торгово-логистический центр в Казахстане. Кроме того, лоу-кастр Вьет Джет Эйр планирует увеличить количество рейсов в нашу страну. Президент Токаев поприветствовал планы компании и заверил, что кабинетом министров Казахстана будет оказано всестороннее содействие в реализации инвестпроектов, говорится в сообщении Аккорды. Отметим, что вьетнамская компания Совико Гроуп является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход этой компании составил более 20 миллиардов долларов. А президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля между двумя странами превысил отметку в полмиллиарда долларов. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому, политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, а также ваш авторитет на международной арене. В свою очередь президент Вьетнама Во Ван Тхеонг высоко оценил активизацию сотрудничества между странами и выразил намерение укрепить тесное партнерство между Казахстаном и Вьетнамом. Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает вашу страну важным партнером в Центральной Азии. Кроме того, Казахстан и Вьетнам подписали межправительственное соглашение об облегчении визового режима для владельцев паспортов обеих стран. Отметим, что Вьетнам считается популярным среди туристов направлением. Из азиатских туристических стран Вьетнам напрямую конкурирует с Таиландом по популярности. Ценовая политика в стране позволяет полноценный отдых даже при очень ограниченном бюджете. По Уржаншехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Из правительственного резерва Казахстана выделено более 633 миллионов тенге для дооснащения подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям специальными устройствами, сообщили в пресс-службе правительства республики. Согласно постановлению правительства, выделенные средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и пяти водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По данным пресс-службы Кабмина, на сегодняшний день в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов. Однако, произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно. Покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пояснили в Кабинете Министров. Добавим, что ежегодно в республике регистрируется порядка тысячу лесных пожаров и степных пожаров, а также порядка четырех тысяч природных загораний. Из резерва правительства будет выделено более 633 миллионов тенге на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и пяти единиц водосливных устройств для воздушных судов министерства по чрезвычайной ситуации. Напомним, пожар в Абайской области, в котором погибли 15 человек, обнажил проблемы служб пожаротушения по всему Казахстану. Власти давно были в курсе, что в стране не хватает депо, спецтехники, инвентаря и, собственно, людей. За три года пожары нанесли национальной экономике Казахстана 9 миллиардов тенге ущерба. Текущего оснащения материально-техническими и людскими ресурсами на год хватает. А вот на экстремальные годы, когда пожарная ситуация резко ухудшается за счет климатических изменений, засухи, то здесь уже нужны огромные затраты. Минимальная сумма, которая требуется для закупки техники, 40 миллиардов. Это если смотреть только по заявкам, которые отправляют в областях. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Арселор Митл Тимиртау может сменить собственника. После трагедии на шахте Смаилов встретился со вдовами погибших работников АМТ, на который выразил соболезнования и рассказал о мерах, предпринимаемых для недопущения трагедий в будущем. Высказался премьер-министр и о пенсиях для шахтеров. Все подробности в сюжете. Погони за прибылью и никакого внимания к безопасности шахтеров, сказал премьер. Скандалы вокруг компании Арселор Митл Тимиртау набирают обороты после каждой трагедии. А их в последнее время все больше, и последней каплей стало происшествие на шахте казахстанское. Тут погибли пятеро сотрудников, и в целом за последние 15 лет погибли свыше 100 человек. Такие данные озвучил Смаилов на совещании, ну а вдовам шахтеров, какие бы ни приводились данные, факты по трагедии, мужей и сыновей уже никто не вернет. Хотя и обещал премьер наказать виновных, родным от этого легче не становится. Мы разделяем вашу скорость. Конечно, никаких слов не вернут вашу быстрый. Но мы со своей стороны окажем все возможные меры поддержки, помощи. По поручению главы государства сейчас создана специальная комиссия, которая детально, предметно рассматривает все, изучит все причины, почему эта трагедия произошла и кто виноват в этой трагедии. И все ответственные лица будут в отличный момент наказаны. Разумеется, все необходимые выплаты будут. Это единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой зарплаты. И возместят расходы на погребение и проведение поминок. Тем, у кого нет жилья, будет предоставлена квартира и бесплатное обучение для детей в вузах. Но какой же ценой достаются социальные блага? Трагедии продолжаются. Деньги в нужном объеме до конца не выделяются. Поэтому сейчас, ребята, уже стоит вопрос о том, кто будет дальше собственником этой красоты. Потому что нас эта ситуация не устраивает. Мы должны будем объективно разобраться и наказать всех немалых. Конечно, вам от этого не речь, мы это понимаем. Мы разделяем вашу скорость. К слову о смене собственника АМТ, высказался Смаилов Карагандинск. В области зашла речь и о пенсии. Двое из погибших очень возрастные люди с большим стажем шахтерским. Может быть, все-таки стоит пересмотреть шахтерам пенсии? Абсолютно правильно говорите. Этот вопрос уже долгие годы обсуждался на самом деле. По снижению выхода пенсионного возраста для выхода на пенсию шахтерам и всем тем, кто работает на опасных, вредных производствах. Мы соответствующий законопроект разработали. Провели уже соответствующие обсуждения на историческом уровне. И сейчас, от 1 сентября, начало сессии парламента, мы его вносим. И парламент этот законопроект уже ждет. Я думаю, что они до конца этого года, то есть в течение осенней сессии, примут закон. С 1 января 2024 года должно заработать эта норма по раннему выходу на пенсии. Пострадавших горняков навестил премьер и в больнице. Как сообщила пресс-служба, предприятие оплатит шахтерам больничный лист в размере 100% от средней зарплаты. Лекарство и будет предоставлено санаторно-курортное лечение, компенсирован моральный вред. Напомним, пожар на шахте Казахстанской начался 17 августа, когда там находились 227 человек. 222 эвакуировали, 5 погибли и 13 обратились за медпомощью. Вопрос о смене собственника компании открыт и требует срочного решения. Гульнару Марова, Хмедяр Ильясов, ТДК-42. Депутат Можилиса парламента Азат Перуашев встретился с бизнесменами Западно-Казахстанской области, столкнувшимися с проблемами, которые приводит их бизнес в упадок. В здании региональной палаты предпринимателей руководители ряда компаний выразили свое возмущение действиями, а скорее бездействиям Акимата, ведущими к остановке бизнеса. Речь шла о выделении земель, прилегающих к предприятиям под жилищное строительство. Подробности в сюжете. Завершая итоги поездки, в Запад-Казахстанской области Перуашев совместно с Акимом города провел встречу с рядом предприятий, столкнувшихся с угрозой закрытия из-за выделения прилегающих к ним участков под жилищное строительство. Руководители компаний ТОПСП «Сирик», Кублей, Алтналма, Стройтех, Уралвент выразили свое возмущение действиями, а скорее бездействиям Акимата, ведущим к остановке бизнеса. Представитель компании ТОПСП «Сирик» заметил, что организация взяла за инвестпроект по строительству базы УТХ на берегу реки Чиган в черте Уральска. Владелец вложился в очистку заброшенного побережья, освободив его от стихийной свалки, чтобы организовать там зону отдыха, семейный парк, сетсейл-парк. Понятно, кем являются недовольные соседи-смежники, я уже об этом много говорил. Здесь влияние еще прежнего руководителя Министерства экологии, потому что там родственные связи. Вчера министр экологии был у нас здесь в регионе, мы об этом еще раз заявили. Конечно, у нас ослалось, что имеется судебная тяжба, и поэтому за рамки этого правового поля она выйти не может и как-то переиначить те решения, которые были. Но, тем не менее, идет постоянно массированный прессинг со стороны Департамента экологии местного, со стороны ЖАИК Каспийской водной инспекции, со стороны уже рыбной инспекции подключились, там уже подкидывают какую-то тухлую рыбу, предполагают, что это якобы деятельность парка. Но это все, то есть видно, что идет просто прессинг со стороны соседей, которые недовольны тем, что, во-первых, забрали берег, который ранее они использовали только лично, они огородили эти свои самовольно захваченные участки, то урезы реки, и теперь они боятся, что у них эти самовольно захваченные заберут. В свою очередь, Акимгород ответил, разбирательство дошло до Верховного суда и установило, что основной ошибкой, допущенной при выделении Акиматом земельного участка под реализацию данного проекта, стало его наложение на самовольно захваченные смежные земли соседей. Иными словами, управление земельных отношений должно было сначала их изъять из незаконного владения, а уже потом выделять инвестору под проект. Этот факт привел к отмене постановления, а новое решение по проекту пришлось ждать 9 месяцев. Инвестор согласился пересмотреть проект, заново защитил его. Но это не облегчило ситуацию. Компания не может получить документ, который является основным для представления в Комитет по инвестициям для получения госгранта в виде земельного участка. Все земли, и земли, где находится парк, и данная организация, его имущество, все находится сейчас у нас на Малансе. Теперь мы говорим, чтобы в следующий раз вот этих разногласий не было, мы должны, чтобы господин Миргалей Серик отошел от тех земли, где есть разногласия. Сейчас в рамках него они отходят. Чтобы впредь с другими людьми у них не было разногласий, оставайтесь в той земле, на которую вам положено. Есть Жарик Космический водоканал, с которым у них сейчас идут, скажем так, претензии, споры. И если завтра они выиграют, то мы ни при каком случае выдать эту землю не можем. Поэтому мы им говорим, давайте сперва узаконим действующую землю, чтобы завтра других рисков у них не было. Затронули в ходе встречи и всем известную ситуацию, с которой столкнулся завод «Кумлейс», где сейчас трудится 750 человек. Как сообщили его представители, предприятие под угрозой закрытия в связи с тем, что жилые дома по его соседству были построены на расстоянии менее 100 положенных по закону метрах в промышленной зоде с разрешением гора Акимада. Судебные тяжбы длятся уже несколько лет. То же дошло до Верховного суда. Жильцы жалуются и ждут квартиры, требуя компенсации материального ущерба. А заводчане боятся закрытия производства. Органы для того, чтобы перевести экономические претензии в уголовное дело, рассматривают структуру управления предприятиями ТО, ТАО, даже ИП, как ОПГ, на основании того, что идет там расследование функций. И все, поскольку там один руководит, другой ведет переговоры, третий оформляет финансовые документы, четвертый там помогает. Вот расследование функций, это свидетельство ОПГ. Как только ОПГ, это тяжкое уголовное преступление. Предприниматель арестовывается, там понятно, в какую ситуацию наказывается, заложникам, что там с ним вытворяют. И в итоге мы видим, к сожалению, я считаю, что это рыберские атаки на добросовестный и успешный бизнес. В целом, в ряде случаев. Подведя итоги двухчасовой дискуссии, Азат Перуашев сообщил предпринимателям, что за два дня до приезда встречался с заместителем генерального прокурора Республики Казахстан Жандосу Муралиева и обсуждал депутатский запрос фракции АКЖОЛ под данной проблеме. Как заверил Жандосу Муралиев, генпрокуратура будет защищать добросовестный бизнес и инвесторов. Поэтому по ряду поднятых случаев будут подготовлены дополнительные обращения. Дана Керимбаева, Айбола Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В столице прошел бизнес-форум Шанрак, где предприниматели поделились собственным рецептом успеха. Многие хотят стать богатыми, но не знают, как. Как писали организаторы бизнес-форума, каждый день наша реальность меняется. Обваливаются акции, проводятся политические реформы, кто-то теряет миллиарды, а кто-то зарабатывает. В такие времена нужно объединяться и прислушиваться к тем, кто имеет опыт построения бизнеса даже в самые сложные времена. Кто понимает, как работает экономика и что происходит здесь и сейчас. Нужно быть в контексте с теми, кто ставит во главу большие и благородные цели. Шестой бизнес-форум собрал многих предпринимателей Казахстана, больше двух тысяч участников. Успешные, амбициозные, постоянно развивающиеся люди собрались под одним Шанраком. 15 спикеров выступили в Конгресс-центре столицы. Это главное ежегодное масштабное событие для всех, кто хочет воплотить в реалии свои мечты. Выйти на новый уровень и раскрыть свой скрытый потенциал. Миссия Шанрак направлена на развитие экономики страны через образование народа. Фишка форума именно в этом. Эти люди добились успеха не в тепличных европейских условиях, а именно в Казахстане, где бизнесу мешают монополисты, высокие банковские проценты, волокиты чиновников и многое другое. Здесь образована среда, где каждый обнаружит своего партнера, клиента или единомышленника. Платформа для развития и раскрытия потенциала казахстанских предпринимателей и спикеров. На этот раз форум прошел под девизом «Мышление, стратегия, обновление». Если вы хотите изменить свое мышление, подняться по карьерной лестнице, пробить финансовый потолок, то вам нужно собраться под этим шанраком, заявили спикеры. В частности, предприниматель Бебегуль Саржанова, к слову, экс-журналист телеканала ТДК-42, откровенно поделилась своими секретами масштабирования бизнеса. Вот знаете, есть же такой стереотип у многих у нас, когда мы только начинаем получать первые деньги, первую прибыль, мы все хотим удовлетворить свои материальные потребности. Есть такое? Мы хотим новые дома, новые машины крутые, да? Хотим путешествия какие-то. И вот, будучи в таком положении тоже, когда только-только начинала, я отказывала себе во многом. Мы жили долго в старой квартире, которую хотела поменять. Я 9 лет ездила на одной и той же машине не из-за того, что мы не зарабатывали, не из-за того, что не было денег, а просто я четко тогда понимала, что надо деньги инвестировать в бизнес, а потом этот бизнес даст мне все, и дорогие машины, и квартиры, и коттеджи, и путешествия. Поэтому я считаю, что на этом этапе нужно иметь небольшое терпение, дать время и себе, и бизнесу, и так как деньги приходят на деньги. Всего 5 километров газопровода за два года провели к поселку Янбекши Актюбинской области. Сельчане требуют разобраться, почему строительные работы успели стартовать, но вскоре остановились. Когда в населенном пункте появится газ, выясняла Лейла Уесова. У нас хорошее село, никто отсюда не хочет уезжать. Наоборот, к нам едут. Но почему никак не проведут газ в аул? Сказали, что в августе точно появится газ. Мы из-за этого даже не стали запасаться углем. Жители поселка Янбекши, нефтяного Тимирского района, говорят, что жаловались во все инстанции. Поднимали вопрос даже на встрече с Акимом области, после чего им пообещали сдать объект в этом месяце. Но пока газопроводная ветка так и не появилась в поселке. Выигравшая тендер-компания провела всего 5 километров трубопровода. При этом в ауле построили новый медпункт стоимостью 67 миллионов тенге. Жители боятся, что без отопления там не смогут принимать пациентов. Подобный опыт у сельчан уже есть. В новый дом культуры зимой никто не ходит, потому что там холодно. Чиновники же успокаивают. Газ обязательно проведут в село. В зимний период времени не проводятся строительные работы, а именно это сварочные и земляные работы. В связи с этим объект был переходящим на 2023 год. Завершение строительных монтажных работ, согласно договорных обязательств, планируется в ноябре текущего года. Общая стоимость проекта – 385 миллионов тенге. Кроме газификации в селе Янбекши должны были решить вопросы с водоснабжением. На эти цели из бюджета выделили еще 290 миллионов тенге. Однако второй год жители ждут, когда в их ауле появится центральный водопровод. В Акимате обещают, что до конца года обеспечат сельчан голубым топливом и питьевой водой. Лайла Уэсова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинская область. В Актюбе жители разрушившихся новостроек требуют равнозначные квартиры. Два дома, построенных в жилом массиве Каргалы, все-таки признали непригодными для жилья. Квартиры люди приобрели в ипотеку в 2020 году по государственной программе Нурлыжер. Исправно выплачивали кредиты, но весной неожиданно обнаружили, что фундамент в домах рушится. Трещины пошли в квартирах. В итоге 48 семей экстренно переселили в другую новостройку. Экспертиза подтвердила, что дома аварийные и восстановлению не подлежат. Теперь жители требуют предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад. Чиновники пока рассматривают варианты. В Экимате отметили, что к ответственности привлекут недобросовестного застройщика. А пока людям предоставили временное жилье, но они требуют постоянной крыши над головой. Нам предлагают квартиры, которые временно предоставили, но они идут по 180 тысяч за квадратный метр. А мы ведь покупали три года назад по 130 тысяч за квадрат. Требуем равноценное жилье, потому что мы, как льготники, получали квартиры и не осилим такую стоимость. Незаконный оборот более 1 миллиона 600 тысяч пачек сигарет выявлен в Западно-Казахстанской области. Табачную и алкогольную продукцию с поддельными УКМ пытались реализовать четыре жителя. Расследование данного факта завершено региональным департаментом АФМ. Была изъята крупная партия табачной продукции в количестве более 1 миллиона 600 тысяч пачек на сумму, превышающую 967,5 миллионов тенге. А также алкогольная продукция с поддельными учетно-контрольными марками. Перевозки незаконной табачной продукции осуществлялись из Кыргызской республики, хранились и реализовывались в различных местах города Уральска. Судом троим подсудимым назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Еще один подсудимый выплатит штраф в размере 1000 МРП. Согласно приговору суда, вся изъятая табачная и алкогольная продукция подлежит уничтожению. В этом году национальный конкурс «Меры Ледбассе» отмечает свое десятилетие. За все время существования в конкурсе приняли участие более 2000 семей Западно-Казахстанской области. Семейные соревнования превратились в добрую традицию и направлены прежде всего на укрепление института семьи и брака, возрождение нравственных ценностей, обеспечивая социальную и культурную преемственность поколений. Укрепление института семьи, нравственности, ответственности брачного союза – это цель национального конкурса «Меры Ледбасса». С каждым годом в национальном конкурсе участвуют все больше семей. В этом году заявку на участие в конкурсе подали более 200 семей, из которых отобрали 20 сильнейших. Все они точно знают, как сохранить хорошую погоду в доме на долгие-долгие годы. Думаю, что комиссия выбрала именно такую особенную семью. Конечно, все семьи очень особенные, очень одаренные. Есть династия журналистов из Сырымского района, Кожи Ахметовой. Есть династия преподавателей. Есть династия, которые занимаются сельскохозяйством. Победителями конкурса «Меры Ледбасса» в Западно-Казахстанской области стала многодетная семья Неткобыловых из села Сары-Кудук Косталовского района, которые получили главный приз – миллион тенге. Супруги живут в Согласии 46 лет, воспитали пятерых детей, занимаются выращиванием скота. Своих детей и внуков супруги учат трудолюбию и упорству. Мы с семьей с большим трепетом отнеслись к конкурсу. Семья у нас большая. Дети, внуки. Живем все вместе в одном большом доме. Огромная благодарность организаторам за такое мероприятие, которое сплачивает всю родню, дарит чувство гордости за своих детей. Всю жизнь мы трудимся. Никто из нас не сидит без дела. Видим хорошие результаты своего труда. С уверенностью смотрим в будущее и строим дальнейшие планы. Каждая семья на конкурсе была уникальна, интересна и значима своими достижениями. Многие семьи, участвовавшие в конкурсе, многонациональные, где в согласии живут представители разных этносов и многодетные, воспитывающие от пяти и больше детей. Большая семья Неткобыловых будет представлять Западную Казахстанскую область на республиканском этапе конкурса, который состоится уже в сентябре 2023 года в столице нашей страны. На конкурсе также будет присутствовать президент Республики Казахстан Касым Жумар Токаев. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Тенго Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы 167, улица Курмангазы 80, микрорайон Северо-Восток 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангирхана 18, дробь 2. Продолжение следует... Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова